МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу Юридический ликбет, в студии ведущий Сергей Смирнов. Сегодня у нас необычный формат передачи, нет определенной темы, а от вас приходит огромное количество вопросов. Напоминаю, что если вы хотите услышать ответ на ваш вопрос, присылайте его к нам. Может быть, у вас есть какие-то истории, видеоистории, зарисовки или какие-то спорные моменты, которые бы вы хотели выяснить у наших экспертов, наших гостей. Присылайте нам вопросы по адресу электронной почты юрилегбетсобакавтоплюс.тв.ком Итак, в студии у нас сегодня эксперт, юрист Андрей Гранов. Спасибо, что посетил нас. Спасибо, что пригласил. Необычность формата, как я и говорил, сегодня будешь отвечать на вопросы, они разноплановые и в большей степени касаются, конечно же, взаимодействия водителя ГИБДД, но не только. И начнем мы с вопроса Романа Сухорукова, которого интересует вопрос обмена водительского удостоверения. Итак, его интересует следующее. Раньше проживал в Узбекистане и получил права в 2006 году. В данный момент уже является гражданином России и желает получить водительское удостоверение, собственно говоря, отечественное. Обращается в подразделение ГАИ, говорит, что раньше можно было сдать только теоретический экзамен, и на этом все закончилось бы. Он получил водительское удостоверение. А сейчас ему в ГАИ говорят следующее, что его права не соответствуют какой-то конвенции или международному формату, но в Узбекистане до сих пор выдают именно такие водительские удостоверения. И сейчас ему говорят, любезный, чтобы получить водительское удостоверение, ты, как и все, иди обучись в автошколе. А мы знаем, что у нас теперь новые программы и обучение, и сдача экзаменов, то есть и увеличенный срок обучения, и прочее, и прочее, и новые категории. А он говорит, у меня стаж вождения уже 9 лет. Вот что ему быть и как делать, и правы ли в этой ситуации сотрудники ГАИ. А может быть, они его обманывают. Ну, у нас действительно в постановлении правительства о допуске к эксплуатации транспортных средств есть указание о том, что иностранные национальные водительские удостоверения, которые не соответствуют требованиям международных договоров, они не принимаются к обмену. Если действительно Узбекистан, правительство Узбекистана выдает водительские удостоверения, которые не соответствуют требованиям международной конвенции, то, да, увы, это водительское удостоверение не будет обменено. В то же время следует отметить, что и РФ, Российская Федерация, и Узбекистан является участником Венской конвенции 1968 года. И там есть требования относительно признания сторонами водительских удостоверений различных, и вот признаются национальные удостоверения, если они соответствуют форме утвержденной этой конвенции, международные водительские удостоверения, если они соответствуют также форме, и национальное водительское удостоверение, которое не соответствует этой форме, но либо если в них записи сделаны или продублированы национальным языком другой страны, либо если имеется заверенный перевод. То есть в его случае, если у него водительское удостоверение не соответствует формату конвенции, но при этом там он продублирован, например, буквами русского алфавита, то все хорошо. Если такого нет... Но ты говоришь, все хорошо. Это в том случае, если он будет управлять, не будучи гражданином Российской Федерации, он ведь уже гражданин. А, он уже гражданин Российской Федерации, тогда нужно проходить процедуру. Обучение? Да, конечно. Так что, Роман, к сожалению, придется проходить обучение, несмотря на то, что у вас богатый опыт, 9 лет вождения, и вы имеете водительское удостоверение. Геннадий Владимирович из Санкт-Петербурга спрашивает, а можно ли совершать обгон на перекрестке, двигаясь по главной дороге? То есть распространенная ситуация. Но при этом ведь на многих, его в том числе интересует вопрос, перед самим перекрестком прерывистая линия вдруг внезапно превращается буквально на несколько метров в сплошную. По правилам, как он говорит, вроде бы возможно совершать обгон, но сотрудники ГИИ считают по-другому. Разъясни ситуацию. Ну, в данном ситуации, если мы говорим о нерегулируемом перекрестке, то есть когда отсутствует светофора, либо они не работают, в принципе, с точки зрения теории правил дорожного движения, если выполняется такой маневр, при этом сплошная линия не пересекается, нарушений правил дорожного движения нет. Однако правоправительная практика, которая складывается в последнее время и уже, можно сказать, устойчиво достаточно сложилась, она все-таки, к сожалению, сводится к тому, что если водитель находится на стороне предназначения для встречного движения, в том месте, где нанесена сплошная линия разметки, даже если он ее не пересекает, это квалифицируется как нарушение правил произведения обгона, то есть квалифицируется по части 411. Ты говоришь о правоприменительной практике, а в этой ситуации, ну, например, сотрудник ГАИ оформил документы, направил дело в суд, в суде возможно доказать? Я как раз ими говорю об этой правоприменительной практике, то есть сотрудник полиции, естественно, он составит этот протокол, поскольку есть инструкции, есть методики, и так обычно делается. А суд, скорее всего, рассмотрит это дело именно по тем основаниям и с учетом той практики, которая сейчас сложилась. Ну, так все-таки решение-то какое будет? Скорее всего, ну, решение будет принимать суд, но, скорее всего, будет установлен факт нарушения правил дорожного движения. В данной ситуации, в настоящее время за это предусмотрена ответственность либо в виде штрафа, либо в виде лишения прав. То есть остается порекомендовать тем водителям, которые двигаются и пытаются сделать маневр такой, ну, значительно опасный, да, даже двигаясь по главной, посмотреть, есть ли там сплошная линия, лучше отказаться от обгона. Конечно, более того, даже если вы начинаете выполнять обгон, вы видите, что прерывистая линия и видите, что впереди после нее начинается, так называемая, разметка 1,6, это та же прерывистая линия, но только на ней длинные штрихи и очень короткие промежутки. Вы должны понимать, что скоро начнется сплошная, причем расстояние осталось буквально десятки метров. То есть эта разметка предупреждает? Лучше не рисковать, да. Лучше не рисковать. Хорошо. У нас еще есть один вопрос, он касается, много вопросов поступает от водителей грузовых автомобилей. И мы сейчас дозвонимся до нашего слушателя, его интересует вопрос об установке тахографов. Здравствуйте. Меня зовут Александр, живу в Санкт-Петербурге. Да, здравствуйте. У меня такой вопрос. Обязательно ли иметь на автомобиле тахограф? И можно ли поподробнее рассказать, на что ссылаться при общении с инспектором ДПС? Спасибо. Спасибо большое. Итак, действительно, эти вопросы очень часто возникают. Скажи, пожалуйста, действительно ли необходимо и обязательно ли использование тахографов на грузовых автомобилях? Во-первых, и 20-я статья закона о безопасности дорожного движения и правила оснащения транспортных средств тахографами четко указывают, что эти требования распространяются только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Поэтому простой гражданин, он не обязан выполнять указанные требования, и, соответственно, за их невыполнение ему ничего не грозит. А если по факту он не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель? Это уже немножко другое. У нас очень часто встречается, когда человек себе, ну, обычный рядовой водитель, что называется, покупает себе фору, не знаю, там еще что-то, и реально зарабатывает деньги. Ведь это уже предпринимательская деятельность. Ну, в данной ситуации, если будет установлено, что он занимается предпринимательской деятельностью, при этом он не зарегистрировался в установленном порядке, да, то, естественно, он будет признан в целях данного анализа его действия предпринимателем, при этом дополнительно будет ответственность за то, что он осуществляет предпринимательскую деятельность без регистрации. То есть это будет, да, конкретно предприниматель. Я сейчас говорю о случаях, когда мы все-таки не говорим о предпринимателях. Человек может купить машину и сдать ее, например, в аренду. Это не будет признана предпринимательской деятельностью так же, как и сдача в аренду, например, квартиры. Это момент первый. Момент второй, значит, Минтранс, которому правительство уполномочило формулировать требования к тахографам, определять перечень и категории виды транспортных средств, на которые должны устанавливаться, должны быть устанавливать тахографы. Он определил, что, во-первых, это автомобили категории М2 и М3, то есть это автобусы, и это грузовики М2 и М3, то есть грузовики выше 3,5 тонн. При этом из этих транспортных средств есть целый ряд исключений. То есть, например, троллейбусы не попадают в транспорт, автобусы, которые используются для пригородных перевозок и так далее. Поэтому здесь нужно анализировать, что за автомобиль, для каких целей используется, являетесь ли вы предпринимателем или осуществляете ли вы предпринимательскую деятельность, и из таких вот из этого уже делать вывод. В любом случае, из того, что ты сказала нашему зрителю Александру, ему необходимости устанавливать тахограф нету, если вы не индивидуальный предприниматель, если у вас нет организации, которая занимается перевозкой грузов. Абсолютно верно. Если же вы кому-то сдаете в аренду, то же самое организацию предпринимателю, то это уже тогда будет их обязанность. Ну, это хорошо, когда мы с тобой в студии, да, тем более ты владеешь информацией, можешь ссылаться на нормативные акты, а другое дело, когда, не знаю, где-то на дороге останавливает инспектор и смотрит, нет тахографа. Конечно, в этой ситуации, наверное, очень сложно водителю, владельцу этого автомобиля что-то доказать. Ну, я посоветовал ссылаться, ну, прежде всего, на статью 20 Федерального закона о безопасности дорожного движения, поскольку приказы Минтранса это подзаконные акты, федеральный закон обладает большей юридической силой. Там четко написано, что оснащение транспортных средств тахографами это одна из обязанностей, которая возлагается именно на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не на гражданах. Ну, и, соответственно, если автомобиль принадлежит к какой-то организации, а та уж по каким-то причинам не установила тахограф, то и ответственность будет именно на организацию возложена. Тогда и водителю переживать особо не стоит, если уж организация таким образом относится к исполнению обязанностей. К исполнению своих обязанностей, конечно. Хорошо. Так, следующий у нас вопрос. Город Красноярск, Скрипка Дмитрий, спрашивает, правомерно ли наказание за нарушение правил остановки на пешеходном переходе, если переход не был обозначен дорожной разметкой, а дорожные знаки были скрыты припаркованными грузовиками? То есть я понимаю, что он остановил свой автомобиль, а о том, что это пешеходный переход, и не видел. Ну, в данной ситуации, да, действительно, есть запрет в правилах дорожного движения останавливаться и тем более ставить на стоянку транспортное средство на пешеходном переходе, ближе, чем в пяти метрах от него. Но если ситуация складывается таким образом, как она описана, то есть этот пешеходный переход не был обозначен, а те средства идентификации его, ну, то есть дорожные знаки, они действительно были скрыты, и водитель не мог их видеть, то есть основания для того, чтобы подать жалобу на постановление, и, на мой взгляд, вполне перспективно его обжалование. Но только в том случае, если это как зафиксировать же нужно. Если будут доказательства того, что водитель действительно не имел возможности увидеть эти знаки. В дальнейшем, если происходит такая ситуация, если это не фиксация правонарушения прибором, работающим в автоматическом режиме, так называемом паркон, а это составление протокола сотрудникам полиции, нужно обратить внимание и потребовать, чтобы он зафиксировал также нарушения, допущенные другими водителями, например, теми же самыми водителями автомобиля, которые загородили дорожные знаки, потому что по правилам точно так же запрещено парковаться там, где это создать помехи для обозрения знаков. Но, к сожалению, наши сотрудники ГАИ, когда оформляют, они не утруждают себя именно фиксацией всех нюансов? Звонок по телефону 112, то есть отдельно, прям не стесняйтесь, прям говорите, что вот здесь есть нарушение, здесь вот там плохая разметка, ее не видно, здесь вот там загорожен знак, примите меры, если сотрудник на месте отказывается, вызывайте, звоните по телефону 112, сообщайте о том, что вы считаете, что здесь совершилось правонарушение, поскольку и там парковка не положена на месте правонарушения, и ненадлежащаяся не дорожная часть, это тоже правонарушение, пусть сотрудники выполняют свою работу, и пусть они фиксируют данные нарушения, это вам потом поможет. Причем у сотрудников одна, я имею в виду сотрудников ДПС, и ГИБДД вообще в целом, одно из основных направлений и функций это обеспечение безопасности дружного движения, это их в первую очередь задача для того, чтобы каждый водитель мог заблаговременно узнать, можно здесь парковаться или нет. Абсолютно верно, и точно так же можете в объяснениях обязательно этот факт указать, о том, что вы сообщили сотрудникам, что есть нарушение, но вот они почему-то ничего не сделали. Хорошо. Евгений Лисовский из Кемерово спрашивает, совершил неаккуратный маневр, обгон начал на прерывистой линии разметки, опять мы к разметке возвращаемся, закончил через сплошную, назначен суд, лишение либо штраф. А можно ли доказать свою невиновность, или в этом случае без вариантов, им спрашивает, и какое наказание ждать, и что будет, если невозможно доказать свою невиновность, лишение или штраф? Ну да, это, наверное, то, о чем я говорил, такая похожая ситуация. Опять, с точки зрения теории, да, теория правил дорожного движения, если обгон выполняется, начинается выполняться в месте, где он не запрещен, то есть на прерывистой линии, при отсутствии других ограничений, и заканчивается уже через сплошную линию, вы возвращаетесь обратно, вы формально не совершаете никакого нарушения, поскольку вы заканчиваете маневр, вы обязаны перестроиться. Опять же, если нету знака, как правило, очень часто, да, момент начала сплошной линии, он сопровождается моментом установки знака «обгон запрещен». Вот если этот знак есть, то его действие, оно не связано никак там с каким-то из этапов, да, там, с началом, окончанием обгона, но он запрещает обгон как таковой. Однако действующая, опять же, сложившаяся практика, в том числе и судебная, она связана с тем, что и такие действия, они квалифицируются как правонарушения, за исключением случаев, когда в суде установлено, что имело место быть нарушение либо со стороны лиц, соответственно, за организацию дорожного движения, либо со стороны другого водителя. То есть, например, отсутствовала та самая разметка 1,6. И прерывистая линия 1,5 с большими промежутками. То есть идет стандартное прерывистое и потом, бах, она начинается сплошной. В соответствии с требованием правил дорожного движения, есть требование соответствующего госстандарта. Между этими двумя разметками должна быть нанесена разметка 1,6, которая, как раз задача которой, есть предупреждение о приближении к участку, где нанесена сплошная линия разметки. И второй случай, это когда установлено и доказано, что вы вынуждены были, так сказать, задержаться на полосе предназначения встречного движения из-за того, что водитель автомобиля, который вы обгонял, он препятствовал вам совершению обгона. То есть увеличивал скорость, как-то смещался, не давал вам его нормально обогнать. Вот в таких ситуациях суды выносят решение о прекращении производства по делу ввиду отсутствия вины. Состава правонарушения. А в иных случаях, к сожалению, водители привлекают к этой ситуации. А что можно использовать в качестве доказательств? К примеру, самая распространенная ситуация. Едет водитель один по трассе, впереди едет грузовик, и, возможно, не один, очень часто такое бывает, с небольшой скоростью. Вот выезжаешь, вроде уже, вот он обгон, а так как их целая тут кавалькада едет, смотришь, но не успеваешь, вот через сплошную возвращаешься. Ну, в данной ситуации в качестве доказательства может быть использование практически любые документы, любые какие-то подтверждения, которые могут охарактеризовать и свидетельствовать о том, как происходила ситуация. То есть это могут быть показания свидетелей, в том числе из других машин. Если есть видеорегистратор, на котором будет запечатлено, что вот вроде бы вы поравнялись с автомобилем, потом он начинает ускоряться, и видно, что корпус его уходит вперед. Любые доказательства, они могут быть приняты судом. Но, опять же, оценка доказательств – это прерогатива суда. И поэтому суд может, например, к тем же самым показаниям свидетеля относиться как критически, так и, наоборот, их принимать за достоверную. Ну, тогда, наверное, получается, единственным доказательством – это показания видеорегистратора. Ну, на самом деле, у меня был случай, когда водитель вот такого автомобиля, фуры, он признался, что, да, он действительно невольно препятствовал. Ситуация была такая, что это была фура с прицепом. И начинался, в самом-самом начале еще был подъем, и ему для того, чтобы вытянуть, ему нужно было увеличить скорость, чтобы у него прицеп не понесло. Он там остановился, он увидел, что человек, который его обогнал, его остановили сотрудники полиции, попался добросовестный человек, он остановился, подошел, сказал, дайте мне бланк. Это да, как бы я действительно, у меня был форс-мажор, но да, действительно, я там нажал на гашетку. А его к ответственности не привлекли? Его к ответственности не привлекли, потому что он, собственно, действовал точно так же в состоянии крайней необходимости. Если бы полуприцеп занесло, скорее всего, было бы ДТП. Ну, это хорошо, когда попадаются такие люди. Да, это редко, но, слава богу, такое бывает. Потому что в большинстве случаев проезжают мимо и оставляют водителя наедине сотрудника. Да, но можно попытаться остановить, если это какой-то тихоход типа трактора. Да, хорошо. Так, следующий вопрос. Мой автомобиль, спрашивает наш зритель, пострадал в ДТП. Обратился в свою страховую компанию по ОСАГО, а через две недели ответили отказом. Говорят, что полис виновника как будто бы не был заключен. Хотя он его реально видел, и данные полисы были записаны в документы, именно в протокол. Он обратился в страховую компанию виновника, а там говорят, что все нормально, и полис действующий. Но раз он уже обратился по прямому возмещению убытков в свою страховую компанию, то там ему и порекомендовали решать все вопросы. Вот такая ситуация, она часто встречается, и с чем она связана, и что делать? Ну, вы знаете, насколько часто встречаются такие ситуации, сложно. Это достаточно серьезная статистика. Если мы говорим о том, почему такое происходит, такое может быть из-за проблем, например, в информационных системах взаимодействия. Потому что с недавнего времени все страховые компании, которые осуществляют обязательное страхование, они обязаны вносить сведения в обязательном страховании в единую электронную базу данных, которые используются страховщиками, в том числе и для заключения договоров ОСАГО, и для принятия решения о осуществлении страховых выплат. Ну, если уже произошла такая ситуация, какие есть варианты? Вариант первый. Это вот все-таки в той страховой компании виновника, куда обратились, получить письменное подтверждение о том, что да, полис есть, все хорошо, ответственность застрахована. Либо с таким же вопросом обратиться в Российский союз автостраховщиков. После этого, получив вот этот документ, обратиться повторно в страховую компанию свою, можно с претензией, можно с заявлением о том, что вот я получил ваш отказ, уточнил, оказывается, все есть. Прошу пересмотреть и осуществить выплату. Закон сейчас это сделать позволяет. Закон позволяет и обратиться с претензией, определяет сроки для рассмотрения, и это будет сам правильный. Ну и помимо всего, с страховой компанией еще можно обзыскать неустойку, так как они своевременно фактически не исполнили свои обязанности и не проверили эту информацию. Или эта норма уже здесь не распространится? Вы знаете, здесь сложная ситуация. Почему? По общим правилам, любая неустойка, если мы говорим о мере ответственности за нарушение обязательства, она предполагает, что обязательство должно было быть нарушено виновно. Виновно либо с прямым условием, либо в виде неосторожности. То есть они скажут, что это ни при чем. Если будет установлен факт, что это действительно была ошибка, если, например, та самая страховая компания виновника, она почему-то не внесла данные, возникает вопрос, почему резонно должна нести ответственность другая страховая компания. Но может быть тогда требования о неустойке, может быть, предъявить РСА, разве нет? Но это же их, собственно говоря, система. Российский Союз обстраховщиков не вступает в договорные отношения с гражданами, с автовладельцами, поэтому предъявлять ему требования о выплате неустойек не получится. Можно написать жалобу, можно там потребовать, чтобы там разобрались, провели расследование, наказали виновных, но насколько это целесообразно, мы все понимаем, что любая информационная система, она дает сбои. Да, вы можете это делать, можете этого не делать, это ваше право. Но я думаю, что если ситуация разрешится успешно и без каких-либо дополнительных обременений, то на мой взгляд, наверное, бессмысленно. Что не нравится, я соглашусь с нашим зрителем, это потеря времени. Так, Сергей Шац из Москвы спрашивает, так, сменил права, новые права забыл включить в страховку. Теперь плачу за страховку без скидок. Как восстановить скидку, так называемая система бонус-малус? Значит, в данной ситуации есть несколько вариантов. Вариант первый, если вы еще новый полис не заключили, и вы еще по старому полису, скажем так, у вас еще действует старый полис, вам нужно обратиться в вашу страховую компанию, текущую с заявлением о внесении изменений в сведения о страховании, в части замены водительского удостоверения. Они вам внесут сведения, эти сведения обновятся в электронной системе, и, в принципе, все будет хорошо. Скидку вы не потеряете. Если же действие предыдущего полиса уже закончилось, значит, вам нужно обратиться в страховую компанию, где у вас был оформлен предыдущий полис обязательного страхования, и попросить выдать вам так называемые сведения об осуществлении обязательного страхования. Это утвержденная Центробанком форма, сведений, в которой в том числе содержится информация о классе по коэффициенту бонус-малус, который вам присвоен. После этого этот документ вы можете представить в страховую компанию, где вы планируете оформить новый полис. То есть они его принимают к сведению, и уже им руководствуются. А какая максимальная скидка, кстати, возможна по полисам? Безаварийное вождение. Я не готов сказать точную сумму, просто там 12 категорий, и для каждой категории есть определенный свой процент, так называемый снижение коэффициента. Коэффициенты территориальные, коэффициенты так называемые бонус-малус, они утверждаются не конкретной страховой компанией, они утверждаются едиными для всех, указанием Центробанка. Это постановление опубликовано в сети, поэтому да, можно найти, посмотреть, почитать и понять, какой у вас коэффициент должен быть. Хорошо. В прошлом году купил новый автомобиль, спрашивает Алексей Королев из города Денцова. Регистрационные знаки выдали, соответственно, тоже новые. Но уже сейчас на знаках стала слазить черная краска цифр. Издает этот вопрос, а можно ли самому подкрасить цифры? Ни в коем случае этого делать нельзя, существует установленная официальная процедура, в случае, если государственный знак приходит в негодность, по каким-либо признакам облупилась краска, он там поломался в ДТП, изготавливаются дубликаты, причем на данный момент эта процедура максимально была упрощена, если раньше требовались какие-то там разрешения согласования, теперь вам достаточно обратиться в уполномоченную на изготовление госномеров организацию, список которых должен быть на сайте вашей ГИБДД, и, значит, предъявив документы на транспортное средство, сдав старые государственные национальные знаки, получить дубликаты, новые, такие же номера. При этом не потребуется ни вносить изменения в связи с регистрацией, как это было совсем давно, ни выполнять какие-то другие действия. Если же вы сами будете подкрашивать эти номера, то существуют риски от достаточно небольших до вполне серьезных. Небольшой риск – это привлечение к ответственности за управление автомобилем с установленным на нем госномерами, которые не соответствуют древнему госстандарту, потому что вы не сможете в кустарных условиях выполнить все древние госстандарты, в том числе, например, к светоотражению этого знака. В дальнейшем это может быть расценено так же, как и установка транспортного средства оборудованных или видоизмененных, что препятствует их идентификации. Здесь уже ответственность будет идти либо штраф, либо лишение прав от 1 до 3 месяцев. И в некоторых случаях при определенных условиях могут даже это рассматривать как установка поддельных госномеров. Там уже за саму установку штраф, а за управление с такими номерами – там лишение прав от 6 месяцев до года. А можно ли в этой ситуации? Ведь мы, получая регистрационные знаки, это же не наша собственность практически получается, они же называются государственные регистрационные знаки. Мы оплачиваем госпошлину и получаем знак. Можно ли здесь говорить о том, что существенный недостаток этого знака и попросить бесплатно его заменить? Действительно, если человек ни в аварию не попадал, никаких повреждений не было, окраска слазит? В данной ситуации на данный момент нет, такого сделать нельзя, поскольку отсутствуют какие-либо, опять же повторяю, гражданские правоотношения, как то купли-продажи, оказание услуг или приобретение товара. Можно обжаловать определенные действия, если будет установлено, доказано, подтверждено, что была нарушена технология, он облупился из-за того, что это именно некачественный материал, и не из-за того, что была какая-то некачественная эксплуатация или что реагент туда какой-то попал непонятный. Насколько мне известно, сейчас есть законопроект, по которому как раз именно вопросы выдачи госномеров планируют передать в частный сектор, то есть лицензионным уполномоченным организациям. Вот там уже, да, можно будет говорить о том, что за данные знаки была оплачена не государственная пошлина, а за эти знаки были оплачены деньги в качестве... А название изменится в этой ситуации? Они будут просто регистрационные знаки или также государственные регистрационные знаки? Как говорил Шекспир, что значит имя «Роза пахнет розой». Хоть роза, назови ее, хоть нет. Насчет изменения названия нет. По-моему, они остаются также, регистрационные знаки. Ну, я понимаю, что в этой ситуации что можно по нашему зрителю порекомендовать? Как вариант? Ну, опять же, я правда не знаю, будет ли стоить овчинка выделки. Можно обратиться к какому-то эксперту, чтобы он посмотрел знаки и сделал вывод. Например, он говорит, краска была нанесена некачественной изначально. И тогда даже не ссылаясь на закон о защите прав потребителей в силу того, что не было никаких у нас договорных отношений, просто прийти и сказать, ребята, вот смотрите, какой вы мне знак выдали. Будьте любезны, за свой счет замените его. Да, но эта процедура достаточно сложная, потому что нужно понимать, что судиться придется, во-первых, практически с государством. Это всегда непросто. Во-вторых, и сама экспертиза подобная, это будет комплексная экспертиза, потому что здесь недостаточно будет просто посмотреть, потрогать знак и сказать. Здесь нужно будет проводить достаточно серьезные исследования, в том числе и химические, и физические. Экспертиза будет стоить намного дороже, чем делать дубликат. Экспертиза будет, да, и нервы потратите больше. Гораздо проще и дешевле сделать дубликат госномеров, сохранить квитанцию об изготовлении, и потом уже, если что, тогда разбираться с этим предпринимателем, который вам дубликаты выдал. Хорошо, друзья, я напоминаю, что мы отвечаем на все ваши вопросы. Если у вас есть, что спросить у наших экспертов, есть какие-то истории, присылайте на наш адрес электронной почты юрликбес.собака.автоплюс.tv.com Он у нас, собственно говоря, в течение всей программы появляется на экранах. Переходим опять к ОСАГО. После повышения тарифов на ОСАГО, которые, собственно говоря, вот в апреле месяце значительно увеличились, в Челябинске все равно продолжают навязывать дополнительные услуги, дополнительные страховки. И просто так ОСАГО все-таки купить сложно, несмотря на то, что нам всем обещали, что это будет сделать теперь легко. Что сделать, если с полисом автогражданки заставляют страховать дачу? Спрашивает нас Валентин Беспава из Челябинска. Ну, при ответе на любой вопрос, что делать, необходимо всегда отталкиваться от того, какую цель вы хотите достичь. Я думаю, у Валентина цель одна. Прийти и купить полис ОСАГО. Ну, тогда нужно определиться. Если вам интересно и это полезно, я уверен, что это полезно, застраховать дачу, почему бы не страховать дачу? Если вам это неинтересно, тогда, если цель действительно максимально быстро и скоро застраховать свою ответственность, обратиться в другую страховую компанию, в которой, соответственно, полис обязательного страхования, он просто так представляется. Я сейчас не пытаюсь оправдать, или осудить чьи-либо действия. Я говорю о том, как эту ситуацию можно решить максимально быстро и просто для себя. Есть сложный путь. Если человек хочет добиться справедливости или хочет получить полис именно там, то можно обратиться с жалобой либо в Российский Союз страховщиков, либо в Центробанк. Кстати, на сайте РСА даже есть бланк заявления, куда можно обратиться. Или в электронную. Мы должны понимать, что это какое-то время будет. Соответственно, если вы будете добиваться, скажем так, следовать этому пути, то в течение какого-то времени вы просто не сможете эксплуатировать свой автомобиль, потому что у вас не будет полиса обязательного страхования. Поэтому еще раз говорю, нужно отталкиваться, наверное, всегда от того, что вам нужно, что вам важнее. Как говорится, быстро заключить договор, тогда здесь есть варианты. Либо добиться справедливости, и тогда вы готовы к тому, что придется потратить какое-то время на это, придется потратить на это силы и идти по этому пути. Мы провели небольшой опрос среди наших зрителей, и задали им такой вопрос. Сталкивались ли вы, с навязыванием дополнительных услуг при покупке полиса ОСАГО? Давай мы посмотрим, а потом продолжим. Да пока что нет. Ни разу. Ой, нет, не сталкивался. Ну, пытаются, но я особо не ведусь на дополнительные услуги никогда. Нет, не сталкивался. Нет, я не сталкивался. Таких не было случаев. Ну, практически нет. Ну, в начале только, может быть. А так, в общем-то, не особо. Ну, еще нет. Ну, вот, я вот уже слышал много раз, что вот вполне возможно, что столкнусь. Мне вот сейчас нужно будет ОСАГО переделывать. Просто друзья говорят, что да, навязывают страхование жизни. Да. К счастью, пока нет. То есть у меня свой проверенный человек, по которому я постоянно страхуюсь, и у нас с ним уже давно доверительные отношения. Он страхует всю семью нашу, поэтому такого не было никогда. Навязывали, которые я не сталкивался. Ничего не было такого. У меня не было. Итак, ну, тем не менее, случаи, когда навязывают дополнительные услуги, к сожалению, еще встречаются. Но я хотел сказать и о следующем. Не всегда страховые компании заставляют покупать дополнительные услуги. Именно заставляют. Это же задача бизнеса, а страховая компания, это безусловно бизнес. Ну, как и мы в магазине приходим, например, в продуктовый магазин мы приходим, на кассу выложили уже, на ленту на транспортер, выложили продукты, нам говорят, а не желаете ли купить по акции какие-то вот дополнительные, там, не знаю, продукты вот у нас выставлены. С одной стороны, можно говорить, что это навязывание. С другой стороны, это просто, как говорится, дополнительные продажи. Если человек отказался, как мне кажется, то страховая компания должна, ну, не хотите, значит, не хотите. Ну, абсолютно верно. Опять же, это первый момент, который может быть, да, что не любое предложение покупки чего-либо является навязыванием. А второй момент тоже нужно понимать, что есть определенные процедуры, определенные механизмы, которые, ну, как минимум, могут существенно усложнить для того же самого владельца процесс оформления полиса обязательного страхования. Например, осмотр транспортного средства. По закону, страховая компания вправе осмотреть транспортное средство, в том числе по местонахождению страховой компании, либо по местонахождению автовладельца. По усмотрению страховой компании. Это право. Право можно как использовать, так и не использовать. Страховая компания может, ну, это может быть какая-то принята процедура, что, например, если этот автомобиль уже осматривался в рамках оформления договора страхования КАСК, да, то нет никакого смысла его осматривать еще и в рамках оформления обязательного страхования. Поэтому я говорю, что если вы нашим клиентом по КАСК являетесь, мы не будем просить, чтобы вы пригнали сюда ваш автомобиль, соответственно, оттягивать это время, мы все сделаем. Ну, здесь такие ситуации тоже. Ну, совет, наверное, такой, если подходит уже к концу полис, действия полиса ОСАГО, заблаговременно, может быть, за месяц, да, обратитесь в страховую компанию, скажите, что вы хотите вот к такому числу оформить полис обязательного страхования, вам опишут все условия, и вы просто выберете то, А в некоторых компаниях, кстати, распространено такое, что ты записываешься на конкретную дату, на конкретное время, что, мне кажется, очень удобно, ты приходишь и приезжаешь в полис. Да, это в последнее время вообще тренд во всем. Это действительно, это очень удобно, это экономит время, когда ты знаешь, что вот ты приезжаешь четко к такому времени и можешь рассчитать свой день. Ну, у нас же еще в июле месяце начинают действовать электронные полисы ОСАГО, я думаю, когда это заработает, это еще один плюс к тому, что страховые компании будут, ну, совсем не заинтересованы что-то навязывать, если еще такое к тому времени останется, и человек может абсолютно спокойно через сеть интернет заказать и оплатить полис ОСАГО, как электронные билеты на авиа- или железнодорожный транспорт. Да, но здесь тоже нужно считывать, что многие, они до сих пор по привычке доверяют только бумажке. К сожалению, да. Может быть, это не всегда, наверное, не сказать, что это правильно или неправильно. Знаешь, недавно прочитал отчет международной платежной системы, и замечено, что россияне используются, большинство, когда пользуются карточкой банковской, они используются два раза в месяц, когда получают зарплату и получают аванс. То есть они просто снимают эти деньги и не ведут расчеты именно этой банковской карты. Может быть, это как раз идет все проблемы из-за недоверия наших граждан к нововведениям. Покупать полис через интернет, ну, непонятно, а как это будет происходить? Даже не все еще пользуются-то. Нужно зарегистрироваться будет на сайте госуслуг. Хотя это очень-очень полезный сайт, я вот там пользуюсь. Можно записаться там и на прием к врачу, и прочее. Ну, сейчас не об этом. Тем не менее, я думаю, что с введением электронных полисов ОСАГО... Проблемы еще убавятся. Хорошо. Сергей Неустроев из Москвы спрашивает. Планирую отправиться в дальнюю поездку и хотел бы взять с собой запас топлива, так как на маршруте очень проблемно с нормальными АЗС, а полного бака на всю поездку не хватает. Ну, это нормально, тем более впереди лета все поедут на море. Какое количество бензина можно перевозить в канистрах, он спрашивает, законно. И какими пунктами правил или какими документами руководствоваться при общении с сотрудниками ГАИ? Вы знаете, сегодня уже заходила тема о международной конвенции, которая была радифицирована Российской Федерацией, которая действует, если не ошибаюсь, с 2012 года. Так вот, как раз эта конвенция, помимо этой конвенции есть еще соглашение, о перевозке грузов, каких бы то ни было, в том числе опасных и крупногабаритных. И указанная конвенция, указанное соглашение в приложении А пункт 1.10.3.1 и 1.10. Друзья, обязательно записывайте, когда Андрей говорит так подробно. Они определяют о том, что некоторые из опасных веществ, в том числе и бензин или дизельное топливо, они могут перевозиться без соблюдения каких-либо специальных правил, если их количество не превышает установленных нормативных пределов. Вот в отношении бензина, если не изменять память, это около 330 литров, в отношении дизельного топлива это цифра больше. Но в принципе на поездку должно хватить. Ну да, это нужно какое-то большое расстояние проехать. Так, еще один у нас вопрос. Попал в ДТП в Белоруссии. Виновник житель Минска. Моя машина не на ходу. На что я могу рассчитывать, если у меня только ОСАГО? Ну, ответить на вопрос это подозначить нельзя. Почему? Потому что ОСАГО это страховка вашей ответственности. Да, то есть это не страхование вашего имущества. ОСАГО, основное предназначение работы ОСАГО, это вместо вас заплатить тому, кому вы причинили ущерб. Поэтому здесь нужно больше интересоваться, какая есть ли страховка и какая это страховка у того, кто виноват в ДТП. Ну, в любом случае, в Белоруссии точно так же, как и у нас, есть институт ОСАГО, поэтому нужно просто посмотреть, если страховка нет. Кстати, у них там и лимит, по-моему, больше, чем у нас, несмотря на то, что стоимость самого полиса ОСАГО значительно меньше. Но вопросы к нам поступают не только на адрес нашей электронной почты, но и вопросы задают наши корреспонденты, нашим зрителям, что называется, на улице. Поэтому сейчас мы обратимся как раз к видео вопросам, и ты, естественно, на них будешь отвечать. Итак, давай послушаем, что интересует зрителей на дорогах. Полис ОСАГО значительно подорожал. Что будет, если купить липовый полис? Ну, начнем с того, что, во-первых, это неправильно. Более того, это преступно. Данное действие может быть в соответствии с уголовным законодательством. Это первый момент. Второй момент, что вы при этом, еще раз, полис ОСАГО, это не страховка вашего автомобиля от кого-либо, это страховка вашей ответственности. Прежде всего. Если полис липовый, то отвечать вам придется самому. Если полис липовый, то вы из своего кармана будете возмещать ущерб. Сейчас удорожание ОСАГО произошло в том числе и в результате того, что лимиты ответственности, лимиты выплат увеличились там в разы, до 500 тысяч рублей. То есть, заплатив сейчас за ОСАГО, вы понимаете, что если вдруг по случайности, в каком-то стечении вы окажетесь виноваты в ДТП, то в пределах полумиллиона за вас будет платить страховая компания. Полумиллиона это по здоровью и 400 тысяч это по железу по каждому потерпевшему. Да, абсолютно верно. Хорошо, у нас еще один вопрос. Можно ли оформить небольшое ДТП по европротоколу и получить выплату по КАСКО? Да. После того, как был введен институт так называемого европротокола с увеличенными лимитами, после того, как последние были изменения закона об обязательном страховании, Центробанк издал постановление, в котором обязал все страховые компании, которые осуществляют добровольное страхование, в том числе ответственность и имущество транспортных средств, применять положение об выплате при оформлении происшествия безуполновущих сотрудников полиции в пределах лимитов не ниже установленных законов. То есть, Центробанк сказал, что страховщики по КАСКО также обязаны платить без справок о ДТП минимум 50 тысяч должны выплачивать, так же, как и по ОСАГО. Соответственно, больше могут устанавливать больше, но не меньше. Хорошо. Еще один у нас вопрос. Мне пришло по почте постановление за превышение скорости. Я в это время был на работе. Как мне поступить? Ну, если вы были на работе, да, вам пришло постановление, тут два варианта. Либо это была ошибка, либо кто-то управлял вашим автомобилем. Значит, если кто-то управлял вашим автомобилем, вам нужно указать о том, узнать, кто это кто-то, но вряд ли, да, кто-то вот так вот просто без следов возьмет ваш автомобиль. Подать жалобу в тот орган, который в выстоящем должностном лицу, ну, то есть по тому же адресу, откуда пришло вам это постановление, изложить ситуацию и обеспечить явку или возможность опроса того человека, который фактически был за рулем. Если же это действительно какая-то ошибка системы, бывают случаи, когда там номера неправильно расшифровываются, и так далее, то вам нужно обратить внимание на это, представить документы, которые подтверждают, что вы не могли этого сделать, потому что физически были в другом месте, вот, и если будет становиться действительно ошибка системы, тогда постановление отменено. Хорошо. Следующий вопрос у нас. Если автосервис некачественно отремонтировал автомобиль, как доказать, что работа выполнена некачественная и на что можно рассчитывать? Значит, во-первых, все зависит от того, что за ремонт мы подразумеваем, потому что одно дело, когда вы пригнали черную машину и чтобы вам покрасили там левое крыло, вам его покрасили в белый цвет, вы там довольны и забрали машину, да, а потом спохватились, почему у меня одно крыло левое. В данной ситуации на правоотношения между вами автосервисом, если вы физлицо, если вы этот договор, эту услугу заказывали не для целей, связанных с перепонимательской деятельностью, в таком случае на эти правоотношения распространяется свое действие в законности прав потребителей. Он определяет, что вы, обнаружив в недостатке оказанных услуг в праве предметривания либо о безвозмездном устранении недостатков, либо об устранении недостатков силами третьих лиц, точнее, компенсации расходов, либо возврата денег, повторного выполнения работ, соответственно, уменьшение цены выполненной работы. Но при этом нужно понимать, что вы должны о недостатках выявленных заявить в момент приема услуги. Это правило не распространяется на... А как это можно узнать? Человек, не обладая специальными познаниями, забирает автомобиль. Ну, к примеру, ему его покрасили. С виду автомобиль классный, красивый, блестит. Именно поэтому я говорю, что все зависит от того, что за работа и что за недостаток. Если это недостаток явно видный, который можно было обнаружить при, ну, скажем так, достаточной степени осмотрительности при приемке результатов, да, например, там явно отличающийся цвет, там покрашена деталь. Это один вопрос. Тогда вы об этих требованиях, об этих недостатках должны заявить в момент приемки. Если это недостаток, который при обычном способе приемки услуги не мог был обнаружен, например, вам чинили двигатель, и вроде машина завелась и поехала, а там через там 100 метров она сломалась, и опять двигатель не стал работать. Здесь уже другой вопрос. Да, здесь необходимо смотреть, существуют ли установлены гарантийные сроки на услуги, либо обращаться с заявлением и требованием провести проверку качественно оказанных услуг в этом автосервисе, либо делать самостоятельно, проводить экспертизу, почему что-то сломалось, и уже... То есть если будет какое-то заключение о том, что какие-то работы были проведены некачественно, неправильно, да. То тогда уже можно предъявлять соответствующие требования. Опять же, также следует учитывать, из какого материала выполнялась работа, потому что если вы и запчасти, и работы, да, там все приобрели в одном и том же автосервисе, то автосервис отвечает и за запчасти, и за работу. Если же вы приехали в автосервис и попросили там поменять какую-то деталь, которую сами приобрели, автосервис сам ее поменяет, но за качество этой детали он не отвечает. И если неисправность возникла из-за того, что сама деталь по себе рассыпалась, хотя была правильно установлена, то опять же, сервис не несет ответственности в данной ситуации. Ну, то есть здесь очень много каких-то моментов, нюансов, да, поэтому... Ответь на вопрос. Если у вас, друзья мои, какие-то вопросы касательно некачественного ремонта, пожалуйста, присылайте более подробный вопрос, и тогда мы вам сможем более подробно дать какие-то рекомендации, ну, и, естественно, порекомендовать, посоветовать, как поступить в этой ситуации. Еще один у нас вопрос, давай посмотрим. У меня служебный автомобиль, нужна ли мне доверенность? Кстати, такое очень часто встречается, когда обращаются и друзья, и товарищи, да, ну, и наши зрители в том числе, и такие письма к нам приходят на наш адрес электронной почты. Едет человек на служебном автомобиле, обычный легковой, останавливает инспектор и требует доверенности. Ну, в данной ситуации, вне зависимости от того, на каких правах вы владеете транспортным средством, правила дорожного движения, они достаточно четко определяют перечень тех документов, которые именно водитель, вне зависимости от того, на каких основаниях он владеет автомобилем, там, на праве собственности, на праве аренды, или потому что ему это вверил работодатель временно, он должен иметь при себе, да, это водительское удостоверение, этот документ, регистрационное транспортное средство, это полис обязательного страхования, ну, и там, в определенных случаях, лицензионная карточка, путевой лист и так далее. Поэтому правило о доверенности, оно здесь не применяется. Другой вопрос, что письменное уполномочие, да, о представлении транспортного средства, оно должно быть в принципе. Почему? Потому что, значит, сделки между юридическими лицами и гражданами, они должны совершаться в письменной форме в соответствии с положением гражданского кодекса. Отсутствие таковой не влечет ее недействительность, но это правильно. То есть она должна быть в принципе, но с собой возить ее не обязательно. Хотя, если это не обремительно, конечно, лучше с собой взять лишнюю бумажку, она по размеру помещается в ту же самую, в ту же самую файлик с полисом ОСАГО, но, по крайней мере, вы очень быстро вопрос... Ну, у нас же большинство относится к этому, если это не обязательно требование, то почему я должен чего-то возить и показывать инспектору? Вот у нас большинство не так думает. Нет, абсолютно верно. То же самое, например, с диагностической картой. Сейчас нет требований возить с собой диагностическую карту. Кстати, по поводу диагностической карты, давай мы сразу... Многие решили, что раз необходимость возить с собой техосмотр, в данном случае диагностическую карту, отпала, то многие вообще перестали заморачиваться, что называется этим. вопросом, да? И даже не проходит техосмотр. А ведь инспектор ГАИ, используя ту же базу, и, может быть, поправишь меня, если не так, он может проверить, проходил ли автомобиль технический осмотр. Если не проходил, то привлечь к ответственности. Абсолютно верно. Несмотря на распространенное заблуждение, ответственность за управление автомобилем, которое не прошло техосмотр, она никуда не отменилась, она остается. Да, это небольшой штраф, 500 рублей, но, знаете, если там каждый день на 500 рублей попадать, в принципе... Не каждый день, да? Хотя бы раз в неделю, да. И еще раз на 500 рублей. Да, дело в том, что исключение обязанности возить с собой документы прохождения технического осмотра не сняло обязанности проходить такой техосмотр. Сотрудник в полиции, в частности сотрудник в ГАИ, есть, в принципе, есть возможность, обратившись к электронной базе, кстати говоря, оператором которой является именно МВД, и проверить, автомобиль госномер такой-то или ВИН-номер такой-то, проходил ли техосмотр. То есть все организации, которые проводят техосмотр, они информацию предоставляют, так же как страховые компании в свою систему. Да, все операторы техосмотра отправляют это все в эту базу. И если данных в этой базе нет, то два варианта. Вариант первый, это либо водитель не проходил техосмотр, вариант второй, это оператор техосмотра не направил туда данные. Соответственно, либо одно правонарушение совершено, либо другое. Если у вас при себе есть ваша диагностическая карта, вы ее покажете, инспектор, убедившись, поймет, что значит оператор не передал сведения, тогда уже вопросы будут к нему. Если же у вас нет, инспектор вправе. Поэтому лучше и диагностическую карту возить с собой. Ну, эта бумажка, еще раз говорю, одна бумажка, она такая же, как полис обязательного страхования. Места совершенно не занимает. У меня, например, все в одном пакете, и страховка, и диагностическая карта, и в принципе, я никаких там неудобств не испытываю. Давай посмотрим еще один вопрос. Какая ответственность предусмотрена за то, что перевожу непристегнутого ребенка? Штраф предусмотрен кодексом административного промышления. Давай, наверное, начнем даже так, что ответственность сначала моральная, потому что перевозить ребенка непристегнутого я бы, наверное, как родитель не стал. Ну, вообще перевозить любого человека непристегнутого, если есть ремень безопасности, это неправильно. И дело не в том, что... Незаконно. Нет, как раз вот незаконно, это понятно, да, но это в принципе неправильно. Почему? Потому что автомобиль источник повышенной опасности. Вы, управляя автомобилем, мы сажаем к себе пассажиров, неважно, кто это, родственник, это друг, товарищ и так далее. Ну, вы морально берете на себя ответственность за него. И, на мой взгляд, нужно выполнить все, чтобы обеспечить эту безопасность максимально. А про детей это уж действительно, дети это самое святое. и кресло, и ремни, и все должно быть. Причем, самое интересное же, оштрафуют не только водителя за то, что он перевозил ребенка непристегнутым, а если ребенок уже достиг, что называется, возраста, после которого привлекают к ответственности, тогда и ребенка и ребенка еще оштрафуют. И тот же самый родитель будет платить два раза штраф. Да, абсолютно верно. Хорошо, давай посмотрим еще один вопрос. Могу ли я купить поле Сосагань по месту прописки? Речь, наверное, здесь идет не то, что вообще от технической или физической возможности, ведь у нас стоимость полица Сосага, она разнится в зависимости от региона проживания. Абсолютно верно. Физически оформить полис обязательного страхования, да, вы можете. Вопрос в другом, что коэффициент будет использоваться тот же, который и предусмотрен на территории... Паштамбур паспорта. Абсолютно верно, да. То есть, если раньше, когда определяли коэффициент территориальный, смотрели на место регистрации транспортного средства, но сейчас, так как у нас зарегистрировать автомобиль теперь можно где угодно, вне зависимости от места проживания, смотрят именно на место проживания. Поэтому здесь, ну, скажем так, вы оформите, но абсолютно по тем же ценам. Хорошо. Ну, времени у нас уже, к сожалению, мало, вопросов еще очень много, поэтому, я думаю, придется нам с тобой встретиться еще раз и обсудить те вопросы, которые мы сегодня не успели ответить, на которые мы не успели ответить для наших зрителей. Павел Нечеюк из Ярославля спрашивает об жалобу постановления в суде. В качестве доказательства приобщил к делу диск с записью с видеорегистратором. Кстати, мы уже об этом говорили, что очень часто это, наверное, одно из доказательств, на котором все видно, отчетливо, и нет оснований этому не верить. Но судья в решении указал, что это недопустимое доказательство. Он спрашивает, а так ли это? Ну, на самом деле, очень сложно однозначно оценивать решение суда. Все зависит от того, что именно вы хотели доказать этой видеозаписью. Дело в том, что не любой видеорегистратор, он позволяет доподлинно, достоверно определить место положения транспортного средства на проезжей части, например, применительно к дорожной разметке. То есть в зависимости от угла обзора видеорегистратора. От его места установки и так далее. Можно говорить о том, что да, точно машина не пересекла сплошную, а можно говорить о том, что это не установлено. Поэтому все зависит от того, что вы доказываете. Если вы доказываете о том, что вы проезжали перекресток на разрешающий сигнал стафора, зеленый, и на видеозаписи видно, что вот он сигнал стафора, вот он горит, зеленый не мигает, вот вы проехали, и тут вам удар справа. Это один вопрос. Тут, скорее всего, не будет сомнений относительно допустимости доказательств. Но, тем не менее, вообще это же можно использовать. Запись, конечно, она является доказательством, более того, она является одним из прямо перечисленных в Кодексе административных правонарушений доказательством. Хорошо, друзья, ну что ж, могу сказать, время пролетело незаметно. Ну, вопросов еще очень много, друзья. Но это не останавливает нас и вас, собственно говоря, присылать вопросы истории, не знаю, видеозарисовки, видеозаписи, может быть, из видеорегистраторов, кстати. Юреликбез собакаавтоплюс.тв.ком Присылайте, с радостью ответим. Я полагаю, что в следующий раз мы, Андрей, тебя опять пригласим, чтобы ты помог нам и нашим зрителям в ответах на вопросы. Вы смотрели программу «Юридический ликбез». С нами был в гостях юрист Андрей Игранов. Увидимся в следующий раз. Удачи на дорогах. Удачи на дорогах.